Новый глава администрации Усть-Вымского района Владимир Поповцев продолжает знакомиться с муниципалитетом. В должность он вступил две недели назад, но уже успел посетить несколько населенных пунктов и узнать о самых насущных проблемах. В рабочий график муниципального чиновника внезапно вклинилась Нина Чешкова. Вопросов нету? Серьезно. Вы прописаны... Вам зарплату подняли бы. Зарплату... Я вчера с руководителем комитетом и компанией встречался, они зарплату постепенно все-таки будут поднимать. Он меня заверил, что зарплата будет подниматься ежегодно. Так Владимир Поповцев ближе знакомится с доверенным ему районом. Чтобы оперативно решать проблемы, нужно знать их изнутри, считает новый глава. Акценты в рабочих поездках расставляют начало учебного года и грядущий отопительный сезон. А я еще хотел спросить. А что у нас сейчас в дорогах? Дорог каких? Ну вот это трасса. Трасса в таком состоянии, да. Значит, на следующий год мы в программе ремонта дорог. В целом по району более 600 миллионов рублей. Я поставил задачу в течение сентября месяца объехать все наши сельские и городские поселения, основные населенные пункты для того, чтобы увидеть, пощупать, так называемые ножками, походить по всем объектам, которые сегодня есть, чтобы знать всю ситуацию, как она на самом деле. Выводы из этих рабочих поездок Виктор Поповцев сделал однозначные. Усть-Умский район развивается. Правда, не хватает информационной открытости. Плюс ко всему есть ряд проблем, в решении которых своими силами просто так не обойтись. Здесь надо прибегнуть к помощи республики. Прежде всего, это ремонтные работы в учреждениях социальной сферы. Он человек наш, свой земляк. Он вырос в Усть-Умском районе, учился здесь в Усть-Умском районе, работал в Усть-Умском районе. Владимир Викторович прошел довольно-таки большую школу как раз в работе, в том числе и в муниципальной работе, так как в свое время был у нас в районе заместителем руководителя по социальным вопросам, после чего хорошую школу получил в госсовете. Дальше он работал и на производстве в Сыктывкаре, и в том числе в последнее время это по правам человека по республике Коми. Главная цель каждодневной кропотливой работы, уверен новый руководитель, это устойчивое развитие района и хорошее социальное самочувствие населения. Вот эту задачу, я думаю, мы должны ставить. Если у человека есть работа и хорошая заработная плата, если у человека есть дети, внуки, семья, и он чувствует, что у него тыл хороший, если у него есть возможность отдохнуть после работы, у каждого есть свои интересы, кто-то спортом увлекается, кто-то в библиотеку ходит. Не меньше управленческого внимания требуют и вопросы подготовки местных фермеров к зиме. В перспективе создание в районе предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции не останутся в стороне, заявляет муниципальный глава и развития туризма ИТОСы. Впрочем, главный показатель в работе главы на Севере по традиции все же, насколько спокойно пройдет зима. И тут времени остается очень мало.